Хиканы – это проклятие, и как дальше жить, я не знаю, и как жить эту жизнь, я тоже не знаю, дорогие хиканы. Вместо своего традиционного приветствия, я вас поприветствую именно так. И еще хочу заранее попросить прощения за мою несвязанную речь, потому что я мало спал, и голова не варит. Еще хочу сказать следующее, если меня смотрят представители каких-нибудь церквей, мечети, синагог и бабок, может, каких-нибудь народных целителей, которые знают отвороты, привороты, подвороты и все такое, мне кажется, пришло время уже действовать таким путем, потому что то, что я вам сейчас расскажу, отдает каким-то махровейшим сатанизмом, по-другому сказать нельзя. И если вы не поверите, ничего страшного, это уже похоже на какую-то странную, сумасшедшую, галециногенную динамику. Спокойно. Задние ряды уже догадываются, можете верить, можете нет. Задние ряды. Что случилось, как вы думаете? Я немножко посчитаю. На меня кто напал? Сюрприз, сюрприз, собака. Я немножко так сегодня вяленько, тухленько буду, потому что мне очень хуёво. И дальше я вам расскажу, почему мне очень хуёво. Ну так, лёгкая меланхолия сегодня практически Ларса фон Триера будет. Кстати, посмотрите этот фильм. И вообще Ларса фон Триера. Он замечательный человек, но он нравится высокотухобным девам и занудам. Я зануда, поэтому он мне нравится. Хорошо. Блядь. Что я хотел сказать? Так вот, по поводу собак, например. Я сегодня, естественно, по государственным делам шёл, находился рядом, как он называется, с большим супермаркетом. Ещё поправка. Там камеры в том месте, где случилось происшествие, там добивали. Если что, найдутся доказательства моей правоты. Ладно, хорошо. И сегодня я проходил мимо этого большого супермаркета. Иду-иду. А у нас сегодня где-то в часов 10-11, вот как раз в это время, шёл снег. Шёл снег, а потом шёл снег с дождём. Это такая важная деталь. Я иду, капюшон надел, чтобы снег там не падал, всё нормально. И я вижу только то, что находится у меня под ногами и перед собой. Это тоже важная деталь. Ну, я иду-иду, не вижу, что по бокам находится. Слышу, там где-то собака лает. Ну, лает-лает, собака лаяла на дядю фраера. Вот, иду дальше, и слышу, собака вот уже здесь, она лает. Вот где-то здесь. Я так поворачиваю голову. Ёб твою коре мать. Если что, у меня, я не пиржум, у меня просто в животе, в животе ураган, например. Я не знаю, что происходит. Я вам об этом дальше расскажу. Так вот, я поворачиваю голову и вижу там, блядь, сейчас тут закрою. Гей-порно, естественно. И вижу там, и так, наберите воздуха в грудь, сейчас не смешное будет. И вижу там вот такую дуру. Я не знаю, вам, наверное, не видно? Блядь. Это называется алабай. Правильно? Блядь, ёптар, горе мать, сейчас. Это называется алабай. Ну, надеюсь, вам хоть немножко видно. Вот такая здоровенная дура-стелёнка. И всё бы ничего, но на поводке эту здоровую дуру-стелёнку, кстати, вы можете сказать, хика, ну, страха глаза велики. Да ладно бы, у страха глаза велики. Это полбеды. Но этого телёнка на, как он называется, блядь, на тросе, на поводке. Вот, видите, я слова не могу приложение состыковывать. Вот. Я не пиржу, ребята, просто что-то внутри, внутри какой-то пиздец происходит. Сейчас об этом, об этом, об этом попозже. Так вот. И я вижу, эта баба, она держит на поводке эту собаку. А собака, у неё, блядь, слюни капают. Вот эта пасть такая розовая, знаете. Слюни капают. И видно, что не облизать она меня хочет. Ну, уже, может быть, когда она меня сожрёт, блядь. Она потом... Она тебя сожрёт. Не лезь, дебил. Вот ёбаный дебил, эта собака. Ладно. Так вот. И она уже здесь слюни капают. И от меня она находится, ну, хер его знает, ну, довольно-таки близко. И она, баба, пытается её сдержать. Но дело в том, что она меньше весит, чем эта собака. Если знать законы физики, ну, вы прекрасно понимаете, что она собаку удержать не может. И я в порыве благородной, не ярости подчёркиваю, я вам потом расскажу, что было вместо ярости. Я в порыве, в этом реактивном, я ей кричу. Сейчас, я ей, сейчас, дословно, я не бежу. Я говорю, ебанутая! Я кричу, держи собаку! Мне не было страшно. Сейчас уточню, какие чувства я испытывал. Я говорю, ебанутая, держи собаку! Я вижу на её лице, я хоть подслеповатый, но она близко находилась. Вижу на её лице, знаете, это хорошая мина при плохой игре. То есть, так, выражение лица выражалось... Выражение лица выражало следующее. Странно. Ну, ладно. Блядь. Выражение лица... У неё застыла такая маска, знаете, блин, ну, чувак, ну, я не могу её удержать, ну, извини, братан, так получилось. То есть, если она тебя сожрёт, ну, ну, такое бывает. Ладно, похуй, оставим, оставим этот момент. И дальше ей каким-то титаническим усилием удалось эту собаку на мгновение сдержать. И я быстренько-быстренько воспользовался моментом. Иду себе. Иду, спокойно иду. И слышу. И так поворачиваю голову. И вижу, собака вновь срывается с поводка. Ну, пытается сорваться. Баба её держит. Она за ней, вот, как Галя ездила на собаках, на санках. Только она ногами по снегу вот так вот скользит. Блядь. И я понимаю, что между нами расстояние сокращается. И я понимаю, что это не моя соседская овчарка, блядь. Это здоровенная лобай. Если она меня поцелует, блядь, то я бы уже, наверное, нихуя бы здесь не записывал. Она мне просто горлянку перегрызла, и всё, и пиздец. И между нами расстояние сокращается. Ну, хикан-то тёртый калач, и разумеется, он уже бывал в таких ситуациях. Я абсолютно, ну, конечно, не абсолютно спокойно. Я быстренько нащупал у себя в кармане газовый баллончик. И сейчас я даже его, блядь, сейчас я его, сука, не понял. А, вот он. Я его даже заготовил. Мой вот тот старый, помните, когда я записывал передачу осенью, по-моему, рассказывал тоже, как там очередное нападение на хикана. И там было, ну, я не помню, то ли две трети, я не помню, короче. А в этот раз, ребята, ещё раз, это не реклама. Я просто хочу сказать спасибо производителям, блядь, как называется, жгучего перчика. Если бы я был из тех светло-синих, я бы вас отсосал или, ну, что угодно вы сделал. И в знак исключительной благодарности. Потому что вы, господа и дамы, наверное, там работают тоже, спасли мне жизнь неоднократно. Если не жизнь, то я, ну, может быть, не остался инвалидом. Ребята, я рекомендую всем купить, неважно, такой, не такой, газовый баллончик. Опять же, исключительно в целях самообороны. И тут вот, ну, блядь, тут что-то на донышке, короче, короче, там что-то осталось. Ну, неважно, я же опять всё экономно так, опять же, сейчас, я просто так сильно эмоционировать не особо могу, мне это хуёло. Короче, беру этот газовый баллончик, и собака вот метр где-то остаётся, я уже вижу, я уже вижу, как она просто доедать меня будет, и ничего, никто мне не поможет, абсолютно. Вот если бы такая ситуация случилась, ну, вот если бы на человека напали, я не знаю, что бы я делал, если бы у меня не было говна, вот оно, говнецо-то, пригодилось. И это моя исключительно чистейшая самооборона. На меня напали, я не хочу, чтобы, блядь, я был убит или покалечен, хуй с ним, давайте опустим это. Я сначала чуть-чуть правее так запустил, чуть не попал, потом направил, вот, это, как её, наведение сработало нормально, и я прямо вижу, как вот это облако, облако, собака вошла в это облако, и она такая сначала это почихала, и глаза так начали, глазами быстро-быстро моргать, и такая хоп-хоп-хоп попятилась назад. Вот оно, наконец-то, наконец-то. Я этой бабе, конечно, для профилактики, поймите, с глупыми людьми необходимо общаться на их языке, то есть при помощи абсценной лексики, там так им легче доходит. То есть я, конечно, для профилактики, вы знаете, за словом в карманы я не полезу, и широкий спектр, реперториум моей матерной брани, он, естественно, весьма широк. То есть я её, конечно, обложил очень, замечательно обложил, и я думаю, за свою, блядь, дремучую жизнь она и такого ещё не слышала, хотя, может быть. Естественно, ну ладно, я просто не хочу говорить то, что я говорил, это неважно. Вот. И вы можете подумать, Хикан, ну, наверное, просто у тебя такой бугурт был, у тебя бомбануло, что тебя собака чуть не загрызла, и вот эта ярость, какая-то твоя злость, она, как это называется, эманация, вот, излияние, блядь, короче, неважно, сука. Эманация не эманация, а то, что во мне было, я уже упоминал это, не злость, не гнев, а я вам скажу, что было, задние ряды не догадаются, это было отчаяние. Я вам сейчас объясню, почему отчаяние. Потому что Хикан, на самом деле, я порефлексировал, я понял, что я всё равно остаюсь наивным человеком. Я не могу смириться с тем, что люди – дуроёбы. Ну, некоторые люди, не все. Мы же с вами разумисты, мы не дуроёбы. Сейчас объясню, что значит дуроёбы. Смотрите, ладно, опустим это, держать в хате эту собаку, может она какая-нибудь там миллиардерша, хотя вряд ли она там, блядь, миллиардерша. Но дело не в этом. Дело в том, что ты не можешь справиться с этой собакой. Она элементарно больше весит тебя, она сильнее тебя. И, ладно, опять не хочу углубляться в это, ладно, дело не в этом. Дело в другом. Ты же, я не хочу её там никак называть опять, ладно, ты же глупая женщина. Ты, наверное, понимаешь, что мы живём в не очень таком стабильном регионе. И что, ситуация весьма напряжённая. И что, это я тебе попался, такой эстет-гуманист, красивый, утончённый, с ничтожным газовым баллончиком, который я, блядь, истратил, это около 350 или 400 рублей, я уже не помню, на твою ёбаную псину. Ещё раз хочу подчеркнуть. Я, у меня у самого была собака, можете посмотреть видео, как её угробили. Ну, не в смысле, это не в прямом эфире, а вот такого же формата рассказ. Вот, так что я, там, не этот, как он, не док-хантер. Вот, ну и зоо-шизу я не жалую. Вот, и ладно, это тоже, это бог с ним, это будет тебе наука. Но если в следующий раз, дура, блядь, тебе попадётся человек, как бы так сказать, ребята, у нас в регионе на руках у людей очень много стволов. И если попадётся не такой дураёб, как я, а человек, ну, не то чтобы со слабыми нервишками, но человек, который, может быть, в такой ситуации не был. А кто знает, может быть, он в собачку бы попал бы из своего орудия, а может быть и, как в песне Розенбаума, пулей между глаз бы её поцеловал. Кто, может быть, опять же, подчёркиваю, может быть, кто его знает. Люди-то разные бывают. У разных людей бывают разные вот эти морально-волевые качества. Кто-то тёртый калач, а кто-то нет. Блядь, какой пиздец. Ну, неужели, неужели она этого не понимает? Этого я не понимаю. Как так можно жить? Объясните мне, зачем, блядь? Ну, зачем? Ты что? Ну, видимо, человек... Я не знаю. Я понимаю, что да, люди дураёбы, но... Ну, я с этим, блядь, не могу смириться. Ну, как же так, блядь, можно? Ну, объясните, может, это я такой, какой-то инфантильный ебанат. Ебанкрат, вот охуенное слово. Ладно, это тоже полбеды. И, естественно, всё, она там с собакой ушла, ну, как-то там, блядь, съебнула. Я тоже потихонечку всё, стал уходить. Всё, пошёл. И ещё раз хочу подчеркнуть. Эта ситуация не вызвала у меня каких-то ярких эмоций. Ну, просто неприятно. Это, знаете, как вот в трамвае мы наступили на ногу. И ты говоришь, иди ты нахуй, пидор, смотри, ты мне на ногу наступил. А тебе говорят, да иди ты сам нахуй, пидор. И всё, и спасибо, хороший, хорошо день начался. Ладно, отлично. Я иду себе по делам, всё нормально. Я уже и забыл. И чувствую, у меня что-то, вот что-то не то. И хочу сказать, что я был таком, с утра не выспался, на таком, знаете, нездоровом, нездоровой ажитации. Какой-то паранормальный бодрячок. Такой бывает у алкоголиков. Знаете, когда, блядь, магния, дефицит магния, и открываются эти кальциевые каналы, и всё. И человек, вот он такой ажитированный. И, знаете, вот это хорошее настроение бывает, когда с похмельем. Ну, порой бывает такое. Это у алкоголиков. В самом деле, кто недавно меня смотрит, я уже, вот в августе будет 8 лет, как не пью. Поэтому, ну, вот странное, да, такое состояние. Ладно. Иду и чувствую, что эта ажитация, она потихонечку сходит на нет. И сменяется вот той самой триеровской почти меланхолией. И потом эту меланхолию триеровскую сменяет практически сартровская тошнота. И я чувствую, вот, блядь, ну, тошнит, не могу, что, блядь, происходит. И я думаю, ну, наверное, что-то съел. Так и получается, я же потом пришёл домой, бабуля, вот сейчас, сколько время прошло, она наслаждается этим Малаховым, хоть бы хуй по деревне. То есть мы с бабулей едим одно и то же, это исключено. Значит, и бабуле должно быть плохо. Тем более она старый человек, ей вдвойне, наверное, должно быть плохо. То есть отравление, оно, видимо, какого-то другого генеза. И я вам думаю, хорошо, и меня нагрепает всё, и живот, вот, я не знаю, там, было вам слышно, не слышно. Сейчас вроде и слабоко успокоилось, оно просто бурлит. Так, я срать не хочу, пардон, за столь пикантную подробность. А меня тянет болевать. И я уже, блядь, вот оно, подходит, подходит. А что-то, ну, как-то нехорошо, и люди кругом. Ладно, а меня тошнит. И я с горем пополам как-то пришёл домой, всё, лежу, и вот, лёг на диван, и просто умираю. Вот, как в августе месяце, я закрыл, чтобы бабуля там не слышала, как я умираю, блядь. И всё, и просто умираю. И чувствую, ну, полный пиздец. Я еле дополз, вот там таблетки лежат. Выпил там несколько таблеток, потом ещё, ещё. И, блядь, чувствую, ну, нихуя не получается. Ну, никак, не получается. Я лежу, и всё, и умираю. И только потом, потихонечку, полегонечку, я так и не блеванул. Начало отпускать. Тихо-тихо, спокойно. Я начал, я просто так физически, мне было трудно там ходить, дышать, размышлять. И сейчас вот я, видите, маленько очухался, уже более-менее там слова, предложения составляю. Ну, конечно, вам беднее. И что-то вот сейчас горло заболело, хуй его знает. То кашель, то пердёшь, нихуя не разберёшь. Вот если юмор сейчас есть, то, значит, это уже хорошо. Так, и что дальше? И потихонечку, потихонечку начал отходить. И вот я думаю, а от чего это всё было? То есть, может, знаете, есть такое вот, ну, что-то невротическое такое. Человек, допустим, кто-то напугал, или что-то такое произошло. Вот тот самый реактивный радикал. И человек испугался, допустим, перестал там говорить. Или заикаться начал. Ну, на время. Потом это, конечно же, проходит. То есть, может быть, меня собака напугала, и у меня, может, медвежья болезнь случилась, и я там ходил, сырал со страху. Нет, я не испугался. Я не то, чтобы не скажу, что привык к такому, но у меня каких-то эмоций уже особо никак не вызывало. Я ей, как с той бабкой, не кричал ей «Пидорша, пидорша, пидорша». Какое всё-таки интересное слово, не правда ли? «Пидорша». Где-то у феминисток была что-то там генеральша, это жена генерала. Ну, такой был прикол. И потом кто-то придумал, ну, «Пидорша, жена пидора». Фэмки тоже очень забавные существа. Ладно. Хорошо. Фэм – это фигурный элемент мощения, если мне не изменяет память. И я вот лежу потихонечку, отхожу и думаю, вот что это было? Если это не что-то невротическое, то что тогда, дамы и господа? И я, блядь, пришёл к выводу, я понимаю, мы все мои разумисты, но ко мне в голову пришла вот анти-нон-разумистическая концепция. Может быть, блядь, пардон, она меня, ну, как-то, знаете, есть же там проклятия всякие, порчи с глаз. То есть до этого я был, ну, не сказать, чтобы какой-то там прекрасно себя чувствовал, но не было никаких предпосылок к тошноте, блядь, к какому-то пиздецу в животе, к чему-то. Надо было это видео начать халлоу почаны и тележить о том, как хекан умирает. В общем, как всегда. Что это может быть? Это действительно какое-то было проклятие. Ну, знаете, я же там, я откровенно в это не верю хоть. Ну, вот, опять же, это диалектика. Вся моя жизнь, она просто состоит из таких милипиздрических мандовошечных паззлов. То есть эта мистика, какой-то сатанизм, он просто пронизан, пропитан моей жизнью. Ну, те, кто там видосы мои смотрели, там еще кое-что, они в курсе, о чем я говорю. И я понимаю разумом, что в это верить, блядь, 2018 год, когда там уже и SpaceX, хотя там не только SpaceX, там еще и дохуя частных компаний, NASA, хуяса, ракеты в космос. Ну, это как-то не по-нашему, не по-разумистски. Правда ведь? Но как объяснить по-другому, что это произошло? То есть это что-то невротическое? Ну, не испугался я. Ну, блядь, ну, привык. Я не привык. Ну, не впечатлила мне эта собака. Все, я ей дал пососать. Хикан и полковник. Хикан молодец. Хикан охуенный. Победитель. Все, одолел песика. Все, слава, хиканам бабули, слава. Новый сюжет. Хикан пилит cool story. Хиканы взяли сладкую булочку, кофеек, наслаждаются. Но потом, откуда же взялось эта хуйня? Молодушье мне подсказывает, что, блядь, может быть, действительно, но вот есть люди, которые что-то там, ну, может быть, какой-то, знаете, астральный, блядь, удар. Я понимаю, что сейчас хуйню какую-то говорю. Вот я корешеса драгоценной из Екатеринбурга написал. Она говорит, она в этом разбирается, она говорит, Хикан, ты этот бесноватый, например, и собаки видят, и на тебя кидаются. Но чтобы быть бесноватым, это надо, ну, быть, вот опять же, на таком бодрячке. А я всегда нахожусь в состоянии такой средненькой меланхолии, уныния такого. Порой светлого, порой не очень. Я очень депрессивный человек на самом деле. И чтобы быть, как он называется, бесноватым, надо энергии. А у меня ее нихуя нет. Поэтому, если вы можете объяснить с любой точки зрения, что это происходит, почему на меня прыгают собаки. Ну, почему я, блядь? Хотя вот в Макеевке там постоянно собаки кого-то там и печень кому-то выгрызают. Там, ну, Макеевка, это... Ладно. Это замечательный город, безусловно. Вот. Есть еще Сан-Харциско. Ну, ладно. А есть еще Снежное. Ой, блядь. Ну, вот юмор есть уже, значит, получше становится. Вот. Хиканэ, если у вас есть какие-то концепции, если вы можете объяснить, если у вас есть какие-то, может, бабки знакомые, которые делают отворот от собак, кто, блядь, от водки делает там на мужей, на этих баб каких-то, мне надо от собак. Потому что, ну, я не хочу... Поймите, война идет. Есть огромная вероятность умереть от снаряда, от пули, от какой-нибудь шальной. Но, блядь, умирать от собаки? Ну, а потом на могиле Хиканачо скажет, вот его загрызла собака, блядь. Ну, как-то, согласитесь, смерть какая-то жалкая. Не знаю, я не хочу так. Хотя мне уже похуй будет на самом деле. Но все равно я никак не провоцирую собак. Они, блядь, на меня кидаются. Что я вам, блядь, собаке сделал? Если, еще раз говорю, если у вас есть какое-то разумное или неразумное объяснение, если вы можете обосновать, неважно, по-пацански или с научной точки зрения, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что я уже откровенно заебался. Я не знаю, что делать, чем я провинился перед Господом нашим свароком. Почему именно собаки? Собаки, пожалуйста, отъебитесь от меня. Я вам ничего плохого не сделал. Я вас никогда не убивал, блядь. Отъебитесь от меня, пожалуйста. Все, блядь, сейчас... Хикан официальное обращение к собакам закончил. Ой, блядь. Дорогие хиканы, жду вашего мнения в комментариях. Надеюсь, вы хорошо попили чай с булочкой. И все будет хорошо, дорогие хиканы. Следующий видос будет, как и обещал, от АСМР от Гали. Я всех вас люблю, всех вам целую. Ставьте классы, репосты, делитесь с видосами, колокольчик, сигны, поздравления и все остальное. Все будет, надеюсь, охуенно. Хикану вот маленько уже получше. Всех вас обнял. До новых встреч. Обнял, заплакал. Всем пока. Классы, классы ставим.